что купила что купила слушайте какая я мудрая что я пошла утром я же когда возвращалась назад я вам говорила я пошла где-то было начало 11 возвращалась я назад было уже я вернулась домой было половина первого я возвращалась начал капать дождик так капал 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 ну я быстренько домой зашла и вот это теперь сейчас у меня уже половина пятого все время идет такой мерзкий противный дождик стало холодно я смотрю температура на улице 16 градусов в квартире по прохладнело как вы видите захотелось ходить не сарафан и такой с длинным рукавчиком поэтому это быстренько там пошерстил а что-то у меня есть в шкафу и нашла знаете такая осенняя погода вот как бывает осенью вот так вот сыром холодно в квартире 21 градус мини вы как раз мне не холодно так же ай мне холодно ну хочется уже ходить не в таком сарафане тут ничего нету а уже с длинным рукавом так значит ну я так можно сказать один раз охлебушка действительно ходила хотела купить это пока он мне нравится также будет видно значит что я купила что я купила начну с овощей так и просканировалась купила тут раз два три 4 морковки по 2 50 килограмм потянула на 79 центов ой ужас какой-то 300 с чем-то грамм оказывается этой морковки но на низкоуглеводной диете не полагается объедаться морковкой дальше помидоры помидоры вот такие вот 827 грамм по 7 долларов на 5 78 хорошие помидорчики такие я выбрала тверденькие не мягкие ой всегда вспоминаю как нас возили еще студентами убирать помидоры на поле такие кусты лежат вот такие вот и ты там собираешь ведро насобирал пошел отнес ведро насобирал пошел отнес высыпал ящик и потом решили еще ходить и два мальчика у нас начали ходить из нашей группы и относить эти ведра стало так удобно ты насобирал тебя раз забрали отнесли а так вспоминаю ой какие были помидоры разломишь он такой сахарный вот сахарный такой не такой этот разрез помидор теперь таких нету я уверен дальше куриные крылья части куриных крыльев сколько тут это получилось 972 по идее должно было быть 16 но написано quick sale вот здесь написано quick sale это значит надо быстро продать его 972 тут кило чуть больше чем килограмм сейчас поделю пополам половину поставлю варить бульон может суп какой сварю сегодня может завтра пополовину наверно заморожу так купила же я вот эти вот эти это баклажаны такие классные я постараюсь найти рецепт я постараюсь найти рецепт и постараюсь может быть даже снять видео с этим рецептом туда морковка нужно причем морковку надо натирать на корейской терке она такой туда надо я точно знаю уксус красный винный уксус он придает такой запах немножко в общем я постараюсь найти этот рецепт сколько же они они 350 грамм 829 знаете здесь такой новой зеландии большой 350 грамм и в украине как на рынке взвешивали то там 350 грамм да и советское время советское время в магазинах 200 300 грамм были значительно меньше так кабачки кабачки такие вот хорошие кабачки килограмм 750 знаете как я их так приспособилась классно готовить очень просто порезала пяточками посолила они постояли воду с них там мне немножко слила и на сковородку ни в чем не обмакивая обжариваю даже обжаривала хоть на растительном хоть на кокосовом масле а потом мелко так чеснок порезать и тоже обжарить его чуть-чуть и посыпать этим обжаренным чесноком у это классно так вкусно ничего больше не надо получается быстро и вкусно так 750 было дальше купил аж я это не видели я в магазине уже не снимала купила я вот такую вот это называется дач копченая сосиска вот такая она я уже половину из нее слов слопала такая она сколько она стоит эта сосиска 300 грамм хороший 300 грамм пахнет хорошо вот такая на разрезе ничего неплохая такая я правда ее так и ела холодную может надо было нагреть немножко ну так ничего есть и можно и еще я купила называется сырные кренский это тоже знаете здесь все что такое как типа колбасы называется сосич сосич по-английски называется сосич значит сухую колбасу они называют салями любую а вот такую вот варенку разного вида они называют сосич и вот такой будет толстый такая будет толстая варенка будет сосич и это будет сосич ну такие миленькие сосисочки тоже чуть-чуть прикопченные тоже если можно тут их 280 грамм 649 значит а большая стоила 749 это 649 купила я вот такой йогурт другого бренда fresh and frutti fresh and frutti называется такой тут его килограмм стоит он 730 скидки не было никакой покупаем без скидки нет так нет ничего не сделаешь купила фантум попробую какая она будет на вкус на эти класс язык будет желтый это точно у меня всегда этих напитков язык принимает у детей такого не было уже когда они маленькие были а у меня так всегда будет желтый значит это фанта полтора литра 4 доллара купила же еще сливки такие пол килограмма здесь это такие хорошие густые сливки ой не сливки извините крим написано это вся крим как бы кислые сливки сметана 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 сделано в новой зеландии не вижу хотела тут жирность посмотреть жир 22 процента 22 процента стоит это удовольствие 6 долларов что так это недорого то что коробочка 250 грамм последний раз я покупала другого бренда 250 стоит так дальше угрцы очень интересно называются эти лучше уже говорила не называется телеграф телеграф кукомба так по-английски произносится телеграф кукомбе но мы любим почитать кукумбер кукумбер по 250 каждый 5 долларов 2 а я вспомнила как одна девушка на каком-то видео прочитала сюсюмбер но он так пишется сюсюмбер так дальше воггинс ситс где это где это где эта коробочка а вот она вот она коробочка это крекеры такие крекеры сделаны из миндальной муки стоит этот крекер не дешево 650 тут его 100 грамм сейчас вот я отпечатаю посмотреть какое оно но по идее вот на этот крекер нужно намазывать сыр какой-то который ты там купил вот так они это знаете я купила чисто попробовать как бы чисто для боговства я эти крекеры вообще не очень уважаю это у меня саша дочек любит она любит такие крекеры там чем-нибудь помазать ну или там сыром каким-нибудь еще чем-нибудь знаете вот такой вот я это не очень но попробовать интересно ну такой вот он получается сделанный из миндальной муки со всякими этими семечками картошненький знаете какой он вкус поскольку здесь есть кунжут по вкусу немножко на казинаки смахивает только не сладкая ну если у вас есть например бокал белого вина вы можете намазать такой крекер таким чем-нибудь каким-нибудь сыром например и с этим бокалом вина употреблять можно помазать сюда положить что-нибудь другое ну например смазать тоже каким-нибудь таким творожным даже просто творогом и сюда кусочек положить семена копченого вот так ну я это вообще за еду не считаю это я взяла чисто-чисто попробовать вот чисто попробовать какое оно 6,50 это коробочка дальше вот я купила такое смотрите тут интересно классная да такая коробочка нарисована фотография вернее ну такой то ли хлебушек то ли батон значит что тут в коробочке в коробочке а это ингредиенты из чего делать значит берешь эту коробочку в коробочке которая смесь потом надо добавить 300 грамм воды 50 грамм размягченного масла 2 чайные ложки порубленного чеснока одну столовую ложку сухих сухой петрушки и 100 грамм тертого сыра моцарелла что будет то добавим еще здесь внутри есть я читала внутри прочитала там есть дрожжи я так поняла это готовится на дрожжях ну вроде бы должно быть да написано что одна упаковочка дрожжей которая будет внутри коробочки но я пока не буду и отпечатывать я потом когда надумаю печь я вам покажу потому что я должна еще съесть этот хлеб который я купила уже готовый так эта коробочка эта коробочка стоит 7,89 как получится из нее не знаю ты что получится из нее не знаю так это я купила там две этих это для санитарии две упаковки по 2 доллара 4 доллара и сыр который я жарю где он вот вот такой сыр если кто в Новой Зеландии покупайте он вкусный вот знаете никакой на вкус но на сырнике смахивает кто ест сахаром может посыпать сахаром кто любит такие сырники присоленные можно чуть-чуть присолить значит стоит он 6,20 300 грамм ну и вот этот я купила хлеб такой на котором действительно указано что он keto friendly написано то есть это как бы дружелюбный кето мне он нравится он такими он во-первых такой высокий из него получаются такие хорошие бутербродики и я хочу попробовать его достану потому что я убрала свою бутербродницу для горячего бутерброда я хочу из него попробовать сделать горячий бутерброд значит он стоит 11 долларов хлебушек ну и того и того погуляла я на 105 долларов 83 цента ну погуляла значит завтра будет все закрыто все потом будет суббота все рванут покупать кто там пасхи готовится люди отмечают здесь воскресенье очень многие пойдут церковь вообще здесь отмечается воскресенье семьи собираются и такой пасхальный обед никто тут никаких этих пасок не выпекает людей людей таким знаете здесь же люди больше такого протестантского качества у них вот этой вот атрибутики церковной этого нету все по-простому есть бог есть библия священное писание и есть человек пожалуйста веруй в бога если тебе трудно разобраться в библии ты идешь церковь тебе там расскажут то что там написано и как там написано тебя так сказать направят на путь истинный еще я знаете что хотела сказать вам за вчерашний день же да за это что хочу сказать как он там называется вытяжка это боже мой я так обманулась и вас обманулы ну извините я не хотела я сама обманулась сижу вчера жду такая знаете как это как в анекдоте как дурак с помытыми ушами значит сижу жду 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 когда приедут мастера жду 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 двенадцать их и не должно быть после двенадцати час нету два нету три нету четыре нету пол пятого уже рабочий день качается звоню дочери и говорю что-то так странно как-то что-то нету написали и нету ну мы так поговорили там поговорили про свое про всякое такое а потом закончили разговор а потом я думаю дай-ка я посмотрю что там мне так стало интересно что ж такое что ж не приехали а оказывается знаете погано будь бестолковым я потом начала вспоминать и вспомнила что этот дяденька который ко мне приходил когда они приезжали он когда звонил он сказал что и мне первый месседж у меня было два месседжа да, пришло первый месседж было написано что придут посмотреть пятого числа в среду это был первый месседж но дяденька позвонил мне раньше на той неделе и сказал что пятого числа он будет занят когда он звонил может ли он приехать ну вот в тот день когда приезжал я сказала да, приезжай, заходи в любой момент он пришел, посмотрел и потом он же мне сказал что мы сообщим когда будет этот ну когда там согласуется все с хозяином согласуется все с хаузингом то есть это как бы тут надо согласовать все это и я не знаю сообщал ли он кто посылает этот это не он посылает этот месседж а мне просто послали месседж на день раньше во вторник о том что ко мне придут то есть напомнили о том что ко мне придут в среду это тот они послали повторно месседж который был на прошлой неделе а я такая бессилковая бессилковая подумала что это уже я еще так и подумала ой как быстро договорились мне аж странно это вот я подумала что это придут и давай тут готовиться все разбирать убирать наводить порядок полностью здесь страшно все такое белое чистое и потом я поняла что это вот они просто повторно прислали мне старое сообщение ну так они уже дяденька мне докладывал что он уже съездил я ж не знаю какие там у них как у них там это организовано ну оно там видно автоматически было уже заложено послать такого числа и послать такого числа так что теперь я остаюсь в счастливом ожидании и буду готовиться дальше ко встрече с мужчинами так сказать так ладно я вам тут рассказала поплакалась что мне еще надо ожидать ремонта пока и пошла я заниматься дальше своими делами так там еще орхидеи стоят надо воду с них слить может другую порцию налить может не буду на сегодня там стоят на столике которые я поливаю удобрениями на очередной орхидеечке сегодня я обнаружила цветоносик угу класс вот теперь попрохладнее и они быстрее начнут те которые уже отсвели быстрее начнут давать цветоносики им надо прохлада чтоб была ну а ночью температура если на улице опуститься то и в квартире будет такая может 18 градусов самая низкая температура здесь у меня была когда мы дом снимали самая низкая была 12 градусов тепла ночью не ночью а утром ну когда ты встал утром после ночи сразу 12 градусов вот так чувствуется чувствуется я помню мы включаем этот обогреватель если надо Тут мне не надо Тут у меня такая теплая квартира Летом мне очень жарко, а зимой не холодно Так, ну ладно Рассказала вам Почти пять часов День близится к завершению Пока